Сегодня мы проводим рейд на основном штупунте Удельно, Рязанского направления Московской железной дороги. Связанное с тем, что на прошлой неделе здесь произошло травмирование смертельного мужчины, который осуществлял проход вдоль четвертого главного пути. Это тот путь, по которому в Москву идут скорые поезда. И был смертельно травмирован. Это явный признак того, что человек сознательно нарушал правила безопасности при нахождении на объектах железнодорожной инфраструктуры. Хотелось бы напомнить жителям Раменского городского округа о том, что Удельно является одной из наиболее травмоопасных станций. Здесь происходит большое количество травмирований ежегодно. В этом году несколько уровней снизился, но тем не менее мы проведем профилактические мероприятия с целью того, чтобы этот уровень был еще ниже. На данном участке оборудован пешеходный переход световой и звуковой сигнализации в систему «Змейка». Обращаемся к гражданам. Будьте внимательны, переходя через железнодорожные пути. Следуйте сигналам световой и звуковой сигнализации. Берегите свою жизнь. Проблема эта очень большая, очень комплексная. И вот один из элементов этого комплекса, конечно, это наши еженедельные рейды. Еще одна проблема комплекса этих задач – это обучение нашего молодого поколения этим элементарным правилам. Если мы хотя бы одно поколение сможем вырастить не на наш русский авось, а действительно на соблюдение тех правил, которые необходимы для сохранения жизни, жизнь самая дорогая у человека есть, что у маленького, что у большого, что у пожилого, вот я считаю, что наша задача в жизни будет выполнена. Начинать нужно с детского садика, со школы, с колледжа. Именно молодежь должна стать тем поколением, которое этими правилами не пренебрегает. В период отпусков, в период летних каникул школьников и учеников образовательных учреждений напомнить еще раз о том, что необходимо строго соблюдать право безопасности на железной дороге, при нахождении на платформах, при переходе через пешеходные переходы. Двигаться можно только на разрешающие сигналы. Находясь на платформах, не подходить близко к краю платформы, потому что поток воздуха, который вокруг поезда формируется при его движении, достигает усилий до 16 тонн. Естественно, человека может затянуть под проходящий состав. На переходах то же самое. Когда человек переходит через переход, он должен убедиться, что нет приближающего подвижного состава, а только после этого осуществлять пешеходный переход. Это поможет нам сохранить жизнь и здоровье наших граждан.